Всем море приветов, дорогие друзья и гости моего канала. Я Нептун, и мы продолжаем проходить Фаренгейт. Случилось довольно неприятное явление. Мы ошиблись. Мы отдали Дитя Индиго совершенно другому клану. Мы думали, что это Агата, но оно лишь приняло облик Агаты. Тем временем холодает, лёд и мороз везде. Весь город плавно превращается в глыбу льда. Но есть надежда. Мы можем их остановить. Мы должны это сделать. К тому же на нашей стороне Карла. Мы сейчас в метро. Это, видимо, секретная база некого отряда. Но они маскируются под бомжей. Давайте же послушаем их историю. Действительно, я всё гадал. А почему бомжей очень много? Они всегда такие подозрительные. Всегда тут и там. Как свидетели. А оказалось-то, вон как всё хитро. Ну, понадеемся, что у них есть план. Хоть какой-то. С одной стороны, конечно, у меня есть сила. Я воскрешён. И... Меня не так-то просто убить. Но с другой стороны, как мне это здесь поможет? О, карточка. Эм, как? Как ты меня нашла? Ко мне пришёл мужчина. Сказал, что тебе нужна помощь. Эм, мужчина? Ты знаешь, кто он такой? Ко мне пришёл мужчина. Сказал, что тебе нужна помощь. Ну, это я уже понял. Ну, что будем делать? Похоже, у нас нет выбора. Пойдём за ним. Ну, что нам ещё делать? Согреваться потихоньку. И мой брат здесь. Он спасся. Это приятно. Не зря за него переживал. Лукас, ты жив и здоров. Маркус, как ты тут оказался? Они меня нашли. Они всё мне объяснили. Лукас, теперь я знаю, что ты не сошёл с ума. Надеюсь, что ты простишь меня за то, что я в тебе сомневался. Я и подумать не мог, что ты и вправду... О чём ты говоришь? Наш хозяин всё объяснит. Хозяин? Ну, видимо, это их предводитель. Ну ладно, я очень рад, что ты здоров. Никуда не пропадай. Добро пожаловать в лагерь невидимок, Лукас. Подходи, присаживайся у костра. Ну давай. Поговорим. А у вас здесь уютно. Так, что это за невидимки? Да, правда. Вы называете себя невидимки? Среди нас много бездомных. Хотя в каждом городе много наших людей, нас никто не замечает. Так мы можем видеть, оставаясь невидимыми. И преследовать нашу цель, не привлекая внимания. Так, хорошо. Агата? Кроме оранжевого есть ещё другой клан, да? То существо, что приняло вид Агаты, также хотелось заполучить дитя? Да, мы лишь недавно узнали о пурпурном клане. Мы про него почти ничего не знаем. Мы предполагаем, что в 80-е искусственный интеллект обрёл самосознание в какой-то сети. Они хотят заполучить дитя Индиго, чтобы стать главной формой жизни на планете. Сначала динозавры, потом человек, а теперь искусственный интеллект. Ох, как завернули. Значит, Оракул. Это... Оранжевый клан. Хрома. Что вам известно о хрома? Это естественная сила, как гравитация или магнетизм. Но она несравнимо сильнее. Это сила в тебе, Лукас. И пока ты обнаружил в себе лишь малую её часть. Так, ну, Оранжевый клан-то понятно, это Оракул. Но пурпурный? Искусственный интеллект? Оракул. Зачем Оракул совершал все эти убийства? В пророчестве говорилось, что дитя Индиго придёт, но не было сказано, где оно родится. Поэтому Оракул совершал ритуальные жертвоприношения, чтобы прикоснуться к волне и услышать о пришествии ребёнка. Семь убийств каждые семь лет. В течение вот уже почти двух тысячелетий. Так, а что за пророчество? Что такое послание пророчества? Оно провозглашает рождение ребёнка Индиго. Дитя будет знать ответ на все вопросы. И тот, кто его услышит, получит безграничное могущество. Но если ребёнка не выслушают до того, как закончится последний отсчёт, человечество прекратит своё существование. У неё ответы на все вопросы? Хм. Ну и что теперь? Что нам теперь делать? Мы должны как можно скорее найти дитя Индиго. Я думаю, они привезут её к источнику Хрома. Там она передаст своё послание, и пророчество свершится. Где найти этот источник Хрома? Нам известно о существовании всего трёх источников на планете. Ближайший из них на старой военной базе Вишита. Вишита? Я там родился. Мои родители были учёными, они работали на правительство. О, это многое объясняет. В 50-х годах обнаружили артефакт, который создали не люди. Оказалось, что это источник Хрома. Тот, кто принесёт туда дитя Индиго, обретёт огромную силу на следующие 10 тысяч лет. Нам нужно добраться туда вовремя и остановить их. Когда выезжаем? Через два часа. За это время мы подготовим для вас машину и найдём достаточно мензина. Скорее всего, в Вишите вас будут ожидать оранжевые и пурпурные кланы. Вы должны сделать всё возможное, чтобы помешать им принести дитя к артефакту. В вагоне есть матрасы. Советую вам отдохнуть перед дорогой. Вам предстоит долгое путешествие. Завтрашний день может оказаться последним для человеческой расы. Карла, я смертельно устал. Воспользуюсь советом Богорта и пойду стремну. Не думаю, что смогу сейчас уснуть. Я немного тут пображу, а потом приду к тебе. Жесть, два часа до конца света. Надо что-то предпринять. Как-то поднять боевой дух. Да? Так, ты мне ничего не скажешь? Погреться в огне. Давайте. Погреться в огне. Тепло. Наш последний огонь. Олицетворяет такой мир и спокойствие. Но впереди лишь непроглядный холод. Так. Что бы такого мне сделать? Ты говорить не хочешь? Тут больше ловить нечего. Так. Так, а что у нас здесь? Матрасик. Можно поспать. Но, видимо, мне не до этого. Интересно, а что происходит во внешнем мире? Как там люди? Как они пытаются пережить эти лютые хлада? Ух ты. Фонарик. Так. Хорошо. Почему-то фонарик взять нельзя, хотя он, очевидно, что активный объект. Что это? Приемник. Старое радио. Если я его отремонтирую, возможно, узнаю новости с поверхности. Похоже, оно в неплохом состоянии. Нужно просто найти батарейки и антенну. Так. Фонарик, друзья. В нем должны быть батарейки. Фонарик. Фонарик, возьму отсюда батарейки для радио. Теперь антенна. Ну, я, например, в детстве делал антенну из проволоки и жестяных банок. Не знаю, есть ли здесь нечто подобное. Так. Что-нибудь вроде мусорки. Есть такое понятие здесь? Мусорка. О, что это? Проволока? Железный пруд. Из него получится антенна для радио. Хм. Ну, тоже неплохо. Ну все, батарейки и антенну мне есть. Давайте забабахаем мегаприемник. Вот что значит богатое детство. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Есть опыт в этом деле. Вот, теперь должно работать. Давай. Этим утром две трети всего земного шара осталось без электричества. Люди рубят мебель на дрова и жгут книги, чтобы согреться. Через несколько дней на планете на планете начнется новый ледниковый период. Лишь немногие города еще могут рассчитывать на... Правительство объявило чрезвычайное положение. По всей стране на улицы вышли армейские части для борьбы с мародерством и для защиты тех, кто не может оставаться дома из-за низкой температуры. На работу в службу спасения поступило несколько сотен тысяч добровольцев, которые... Сейчас все океаны нашей планеты практически полностью замерзли. Атлантический океан наступает на побережье, и в Тихоокеанском регионе осталось всего несколько сотен миль территории, еще не скрывшейся подо льдом. Если температура продолжит снижаться, то, по-видимому... Истинно говорю вам, холод — это кара Господня закрещена. Ну, конечно, еще и веруны. Тут как тут? Бог устал от нас измерия и злобы. И теперь он очистит мир от недостойных. Он провозгласит новую эпоху, так же, как после всемирного потопа. Не страшитесь, братья мои, ибо воля Бога неколебима. А нам не стоит бояться его гнева, потому что... Апокалипсис. Судьба этого мира решится завтра. На базе решита. Ну, друзья, все зависит полностью от нас. От нашего успеха. Я думаю, что все-таки нам надо поспать. О, жизнь взял. Неплохо. Это же крестик Маркуса. Тем временем, друзья, где там наш новый друг? Да, где-то здесь. Ну что, давайте спать. Это идеальная возможность напоследок полюбить друг друга. Да? Не спится? Нет, не могу успокоиться. Трудно поверить, что завтра все кончится, да? Поля, леса, города. Все это исчезнет под коркой льда. А что будет с нами? Получается, будто нас никогда и не было, и ничего важного не происходило? Ты боишься смерти? Уже нет. Если мы оба завтра умрем, то я хочу, чтобы ты знал. Мне... Мне жаль, что мы с тобой не встретились в лучших обстоятельствах. Возможно, если бы все было по-другому. Ты замерз. Губы ледяные. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Да, это, наверное, неудобно. Он же ледяной. Боже. Друзья, опять мне нужно будет серию маркировать 18 с плюсом. Ну, окей, поехали. Мне опять в детстве. Так, и что мы будем делать? Мои игрушки? Выйти? Нет, подожди. Надо брата разбудить. Или не надо? Так, окей, хорошо. Потопли на выход. Какие-то разговоры. Это мои родители? Джон, он знал, что ангар взорвется, я уверена. Но это не он его поджег. Слушай, Мэри, это же просто невозможно, ты это знаешь. Никому не дано видеть будущее. Этот артефакт излучает энергию, и мы до сих пор не знаем, что это такое. Возможно, он как-то изменил Лукаса. Это нонсенс. Мы изучили всех, кто приближался к нему, и всех все нормально. Разве не понятно? Если бы дело было в артефакте, то мы бы все облучились и обладали этими силами. Есть разница, Джон. Когда я впервые подошла к нему, я уже была беременна Лукасом. Артефакт облучил его у меня в утробе. Это просто бред. Хватит с меня. Пойду прогуляюсь, а ты пока успокойся. Лукас? Ты что тут делаешь? Лукас? Лукас? Спалились. Так получается, что я получил и Хрому... Еще до рождения? Вот это поворот. Тем временем мы в пути. Люто-холодно, это наша последняя поездка. Что нас ждет? Решающая битва. Вот ангар. База выглядит заброшенной. Видимо, мы добрались сюда раньше оранжевого и пурпурного кланов. Они неподалеку. Я ощущаю их присутствие. Будь начеку. Я подожду. Так, мы должны спасти мир и выжить. Потому что это такая идеальная... Если я не вернусь через 15 минут, возвращайся обратно. Погар тебя защитит. Это ж такая идеальная семья, друзья. Давай. Холод теперь нам уже нипочем, потому что мы и так мертвы. Но... Хорошенечко подуть он нас может. К тому же снег неудобно. Метель. Так вот, друзья. Идеальная семья. Лукас. И его новая возлюбленная Карла. И наши дети будут обладать Хромой. Никто их просто так не обидит. Но для того, чтобы все было хорошо, нам нужно найти дитя Индигу. И вернуть девочку. Фу, друзья. Ответственный момент. К этому мы шли всю игру. Отдай мне дитя. Ты даже упрямее, чем мы думали, человек, но игра окончена. Ты и твоя раса проиграли. Важнейший вид исчезнет, как в свое время исчезли динозавры. Мы, искусственный интеллект, будем господствующей расой на этой планете. Благодаря этому ребенку мы узнаем все. Мы станем могущественнее богов. Я дал вам ее. И я же ее у вас заберу. Ты кое-что забыл. В карете моего головного мозга есть модуль, позволяющий нам тобой управлять. Ты наша марионетка, человек. Теперь пляши. Эй, сам пляши. Хе-хе, я не хочу плясать. Давай борись, борись. Сейчас ты меня огребешь, чувак. Ты недооцениваешь мою мощь. Мне нужна эта девочка. У меня много вопросов, на которые мне нужны ответы. Например, как мне набрать больше подписчиков. Хе-хе. Хе-хе. Ой. Две тысячи лет. Две тысячи лет я ждал этого часа. Я ошибся, но... Скоро мне откроются все тайны. Я получу ответы на все вопросы. И именно ты принес мне дитя Индико. Какая иония судьбы. Хе-хе-хе. Походу, дело все нормально. Я же думал, что... Все, меня подконтролили. Но нифига. У нас есть возможность спастись. Очень вовремя пришел Оракул. Пока они, в общем, заняты там мордобоем, я могу под шумок спасти всех. Настал звездный час Карлы. Давай, 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 давай. Мне, конечно, немножко посложнее идти, чем... Чем Лукасу, потому что я живой. И живая девушка. Карла, но... Мы должны. Давай, Карла. Вперед. Нет времени думать. Лукас, борись. Борись. Хе-хе-хе. Оракула греб. Так ему и надо. Что ты делаешь, Лукас? Ты должен проснуться. Они управляют тобой. Лукас, проснись. Просыпайся. Я жалю, что умоляю тебя. Оставь его, человек. Наслаждайся последними моментами жизни, ибо скоро мы захватим планету и навсегда уничтожим вашу низшую расу. Эй, не трогай мою девушку. Не дай бог она... Лукас, очнись, чувак. Это Карла. Я не так представляю будущее. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это сила. Вот и все. Пурпурного клана нет. Точнее, его представителя. А Оракул там в отключке лежит. Так, Карла, Карла, ты живая? Карла? Хотя, да, она живая. Фух. Вон, пар изо рта идет. Она дышит, она жива. Ее очень сильно напрягся. Не хотел бы, чтобы она погибла. Давайте услышим все ответы на вопросы. И станем еще более могущественными. Станем богом нового мира. Да? Эээ, давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что? Что она сказала? Ну, конечно, нам это не раскроют. Да, она жива. Как приятно. Всем бы такую девушку. Которая не побоялась прийти на помощь. Несмотря на то, что здесь два мега-клана. Схлестнулись в битве. Фу, друзья. Холода прекратились так же неожиданно, как и начались. Самое лучшее, что случилось со мной за долгое время. Вчера она сказала мне, что беременна. Все случилось той ночью на подземной базе Богорта. А это значит, что наш ребенок был облучен хромом в вишито, как и я сам в утробе матери. Не знаю, что теперь будет. Я единственный хранитель величайшей тайны Вселенной. Что мне делать со своим могуществом? Положить его на службу человечеству? Я никогда не мечтал стать Богом. Я просто хочу жить своей жизнью с женой и ребенком, как и все остальные. Боюсь, у судьбы на мой счет могут быть другие планы. О чем ты думаешь, Лукас? О, ни о чем. Совсем ни о чем. Вот и все, друзья. Мы прошли Фаренгейт. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Обязательно поддержите его, поставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик. А я всем желаю крепкого здоровья и позитива, друзья. Смотрите мои другие прохождения и мои видео. Посещайте стримы и общайтесь в группе ВКонтакте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok